Всех приветствую с вами, с вами Аркадий и сегодня я продолжаю играть в игру под названием Бесконечное лето или же Everlasting Summer Что ж, а ну нет, не просто Everlasting Summer, это уже модификация на Саманту Прошлая серия у меня закончилась очень для меня как-то плачевно, я даже сам не понял, как я Вообще, что вообще произошло Короче, я прошел на концовку Мокрое письмо На одну из концовок Я хрен его знаю, сколько там еще концовок таких будет, я еще не смотрел Но для меня это как-то печально было, ну, я бы мог завершить эту модификацию именно на этой концовке Но! Модификации 10 дней Я бесконечное лето, оригинальную, проходил, ну без модификации Проходил сколько там? 7 дней 7 дней, и до самого дня, то есть это 7 дней, это вся игра 7 дней, а здесь где-то 10 дней, понимаете? Что-то не захотелось заканчивать все на 3 днях Ну, знаете, это что-то не очень, 3 из 10 дней Самая мякотка где-то там начинается где-то в середине Ой, блин Поэтому я решаю пройти игру до конца, до 10 дней Не важно какую концовку Этот мод создавался с любовью, с фанатизмом, чтобы взять и пройти за 3 дня Не, меня это не устроит Так что в прошлой серии я дошел до этого момента И да, в этом, в этом временном отрезке И я с Ульяной и Алисой не поссорился Наоборот, мы с ними нормально пообщались Я с Алисой тоже нормально все пообщались С Шуриком мы его не трогали Можно сказать, мы с ним остались Ну ладно, ну пошалил там, ничего страшного И да, и с Самантой он нормально общался Как бы это странно ни приходилось Просто у него, просто как обычно, беды с головой были По поводу шпионов А, и да, Ульяна с Самантой теперь подружились Ульяна больше не будет доставать Саманту И Ульяна теперь, ну как сказать, подруга Саманты Вот так вот А, что у нас еще там? Да, в принципе все Ольга Дмитриевна все такая же Поехали И я проснулся в обычное время Совершенно не выспавшись Как и положено в лагере Но вожатый уже и след простыл Поэтому я без особых колебаний Завалился спать дальше И никому было меня не остановить Мне приснилась Саманта Она у меня что-то спрашивала на незнакомом языке Вопросы повторялся и повторялся Я сделал усилие, попытался понять ее слова И понял Что со мной будет? Я не знаю Знаешь Я не помню Теперь помнишь Стоп Неужели мы надеем настолько заморочены, что я проиграв на одну концовку Решивший переиграть игру и что я заново начал То есть не сохранение А именно с Сануа начал новую игру Да, с перемотками всяких диалогов, чтобы их снова не читали Зачем повторяться Но читал новые диалоги Так вот Неужели это как раз таки отсылка на это На то, что я На то, что я натворил в прошлый раз Что привело к мокрому письму Если это так, то мы доделаем красавчики Вот просто красавчики Можно за это походить Но если это так и будет Ладно Ну что ты верь мне делать Это так тяжело Если хочешь покоя, то уходи Они тебе помогут Это путь на остров Остров? Какой из двух? Остров? Ты поймешь А если не хочу уходить Тогда загляни в лес Я проснулся в холодном поту Мертва Вот что с ним будет Девочка, письмо, Артек, смерть Как я мог это забыть? Да, блин А, точно же Семен не знает про Саманту Она же в авиакатастрофе разобьется Вот к чему смерть Девочка Это Саманта Письмо, которое она отправила Андропову Артек В который Андропов ее пригласил Она там побывала Один раз Смерть Это она упала на самолете Через несколько Месяцев Вроде как Я точно не знаю Но я понял, что она упала на самолете Если это не так То у меня проблемы, кажется С памятью Значит я Ошибся В этом Но она Вроде как на самолете упала Я вроде не могу Ошибаться Не, сейчас смотреть не буду Я пытался спорить Сам собой Убеждать себя Что это только кошмар Но нет Теперь я знал точно Да, в моей жизни Она была давно мертва Но как Какая-то авария Катастрофа Пожалуй Но какая именно Не знаю Зато у меня Тут точно Катастрофа Но нужно собраться Я сильно проспал И линейку И завтрак Я заметил Какую-то еду на столике Плавлены сырки Хлеб и кефир Это значит Что меня официально Оставили в покое Типа Семен Пошел ты Пожалуйста Отвали от всех нас Вот тебе Пожрать Пожалуйста Посети в этом домике Всю смену Не доставай нас Пожалуйста Не начинай Никакой сюжет Не трогай Саманту Для начала Я заверю себя Что пока Саманта все в порядке. Но я рассудил, что сейчас мне нельзя ее видеть. И я не готов. Да и лучше бы никого не видеть. Уйти куда-нибудь в тихое место и все хорошенько обдумать. А если я не хочу уходить, то иди в лес. И Саманта улыбнулась. Пойти в лес. К счастью, то я с рукой подать. Полезу через окно, чтобы уж точно никто не встретился. А вот и знакомая поляна, которая удалось повисеть вчера утром. Даже веревка на месте. Я просоединялся спиной к дереву. Что случилось с этим лагерем? Все шло так хорошо. Вчерашний день устроил мне встряску. Но сегодня я проснулся в настоящем кошмаре. За что? Савернок был хрупким, приятным сном, о котором нельзя затумываться. Иначе мигом проснешься и все разрушишь. Я не задавал вопросов, пока все прошло по-моему. Но сейчас мне нужны объяснения. Я не знаю, что делать. Мне нужны ответы. Слышите? О-о-о-о! Здорово! Здорово я! Слышим? Как же мне не слышать, а? Что за пионер? Откуда ты взялся? Ты кто? Не помнишь меня, значит? Я лично помню тебя. Ты! Жопалис проклятый. Хотя... Хотя ты сказал, что выхода отсюда нет. А выход есть! Слово влач. Не помнишь мне, значит? Вспомнишь? А что-то не... Что-то не как. Ты из лагеря? Как все запущено. И да, и нет. Когда-то я был таким, как ты. А это еще что значит? Да брось. Ты уже не тот овощ, который мне приутявит. Ты же позвал меня. Тебя? И кто же ты? Бог из машины с ответами? Довольно глупо давать ответы парня страдающим амнезией. Хотя какие страдания? Ты же ей наслаждаешься. Ну да ладно. О чем речь? Что именно я забыл? Свои циклы. Каждый раз как первый. Я уже думал, ты совсем кукла стал, как они. Хочешь сказать, что история повторяется? Не совсем повторяется. Этого разговора еще не было. Были другие. Пожалуй, я правда его уже встречал. Но значит не это, что он говорит правду. Это самая по себе интересная тема. Почему циклы выходят разными? О, у меня было уйма времени подумать обо всем этом. Знаю, знаю. Ты путешествуешь по всем временным отрезкам и вроде как мешаешь жить. Может, отстанешь от меня. Хотя, пожалуйста, дай какой-нибудь подсказочку. Подсказочку. Не совет, а подсказку. Я поражаюсь, насколько в нашем мире все просто по сравнению с этим. Все по гегене. Тезис-Антитезис-Синтез. Сегодня ты еще ешь одну гречку. Завтра ты заявляешь, что больше не будешь еить гречку. После завтра вы договариваетесь, что гречка будет раз в неделю. Так оно и в жизни работает. Понятно, откуда берутся изменения. Люди помнят события. А вот разница между циклами... Пойди объясни. Ну, а о чем мы говорили, кроме гречки? Напомни. Я сразу честно тебе рассказал, куда ты попал. Но тут мы не сошлись во мнении. Ты даже назвал это место раем. Это меня немного разозлило. И я... Помог тебе взглянуть на вещи по-своему. И как же это? Ну, с твоими любимыми куклами происходили... Вещи. Эээ, вещи? Которые ты никак не смог бы ассоциировать с раем. Скорее, с адом. Ну, че насупился? Сейчас-то они все на месте. А почему куклы? А кто это? Ну, он про всех этих обитателей лагеря. Про Ольгу Дмиттону, про Славю и т.д. и т.п. А личности, например? А, личности, например? Очень наилы. Ты вот говоришь, что я был как они. А ты был как я. Ну, и чем они хуже тебя, чем не настоящие? Настоящие? Ха-ха. А давай прикинем, как оно было бы на самом деле. Серьезно? Он закинул нас в оригинальную игру на самом начале игры? Типа, ну, знаете, в самом начале, первое... Короче, первый персонаж, который нас встречает в игре, это как раз-таки Славя. То есть, из лагеря. Когда мы тут в ворот оказывается, она нас встречает. Только, вроде, не с таким видом. Что? Как? Так, куда он меня закинул? Так, ладно. Славя. Похоже, меня не узнает. Не охота играть в эти игры, но еще... Ну, что еще предпринять? Начинает скандалить? Это то, чего он ждет. Эм... Привет. Славя смирила меня взглядом, но не ответила. Это же лагер Савьо... Проходи. Проходи, ты мне солнце загораживаешь. Загораживаешь. Че ты, а... Славя, солнышко, ты мой лучистый. Ты че такое говоришь? Проходи. Ты мне солнце загораживаешь, да? Типа такая речь у тебя, да? Куда мне отправил этот пионер? Кое-что уже понятно. Что ж, не буду закрашивать. Куда же Славя без знаменитого Загара? Это все-таки Загар, да? Ну ладно. Кофеин. Я продолжу следовать лагерь. Опа. И возле клуба наткнулся на Лену. Как и Славя, она меня не узнала. Девушка, вы очень милые. Можно пригласить вас? Ну а что? Столько разговоров про любовь с первого взгляда. Пора бы проверить, ради науки. Что? Куда? На танец или погулять. Да хоть на лодке покататься. Лена в ужасе, Семен носит обратно в голову. Ну конечно, блин, Семен, логично. Какой-то псих, средь бела дня, которого она первый раз видит, предлагает потанцевать, на лодке покататься. Логично, она убежит. Подумает, что маньяк пришел. Ну блин, логично. А что бы вы подумали на ее месте, да? Случайный человечек, смотрящий меня. Псих! Послышалось из двери. Да, во, во, псих! Стоп. Нельзя так себя вести. Но ведь и лагерь какой-то неправильный. Ладно, попробую погулять еще с кем-то. Пальтишки нельзя, мне ж гражданочка. И правда, я же опять в крутке. Ну что, такой молодой, я уже бомж. Есть надежда, что у тебя боли в порядке. Че мочишь-то? Ты не мой? Инвалид? Льготная путевка? Не совсем. Крой есть? Нету. Не пряжешь? Все равно гвоздь отнимет. Какой гвоздь? Да, тут один козли надумает, если... То мне попадать теперь не с кем нельзя. Шурику зуб выбер. Шурику? А. Шурику? Ну какой-то может быть Шурик, а? А ты не знаешь Шурика? Что? Что тут? А, это яга? А, это она говорит, все верно. Алиса махнул рукой. Знаю Шурика. Немного. Откуда? Видел его? Была с ним в одном лагере. Как будто один Шурик на весь союз. Не один, конечно. Но твоему Шурику зубы вели, а у моего как раз зубы были. Все сходится. Хе-хе. Так, ты меня не видел. Алиса исчезла в кустах. Я обернулся, по дорожке ко мне приближалась Ульянка. Физкот, привет. Я Магдалена. А тебя как звать? Че? Ну, Ульян. Че? Зовут меня так. Ульян. А. Да как зовут-то? А, поняла. Да раз есть такое имя? Да есть, конечно. А хоть бы Ленин. Ульянов. Это фамилия. Так, Ульянов значит сын Ульянов. Или Ульянов. Или Ульянов. Ну не, много ты знаешь Машиных Наташиных. Знаю одного Марьянина. Ладно, был какой-то маленький сынок. Но ты же не скажешь, что и Ленин из таких. Черт, Ленин. Плевать. А че ты в куртке? С цыганами ехал. Боялся снимать. Украдут. Тот цыган нет. Ну или прячется где-то. Ты с ними не заодно? Вот же балабо. Выдумал ты ехал. А, вовсе нет. Одна по автобусу ходила. Гадала. А как они гадают? Да как обычно. Для действия необходима купюра. Туда же вся порча уходит. В конце она рвет купюру на 2-3 части и оставляет себе, конечно. Зачем ей рваная купюра? Так склеить? Цыганской магии? Скотчик. Банк такие принимает. И даже если кусочка не хватает. А, а если из ноги купюр по кусочку нахватить склеить новую? То это будет мошенничество. Ну и что? Это государство мне должно. Ха-ха-ха-ха. Каким образом? Да журят везде. В игровых автоматах. Уж я прицел сбит. А монетки хватает за милую душу. Так что там с цыганкой? А, так, цыганка. Подходит к мужику. Тот говорит, мол, рубля купюра нет. Только 10. Десятку отдать не может. Это все его деньги. Ему бы хоть и трешку оставить. Жадная цыганка дает ему свою трешку. А уместо того, чтобы дать ей червонец, кричит. А дать я сам погадаю. Ей платить не надо. Скотчу страшно рожу. Стал бубнить какую-то бессмыслицу. Цыганка аж присел от нежидности. Потом он трешку на мелкие части рвет. И кидает ей в рожу. Наш человек. Она чего? Приклинать его начал. А он сам ее. Ой, блин. Ау. Можно колесиком так делать? Ю-ю-ю-ю-ю. Красота. Ладно. Так, что? Ты меня уже достал со своими историями. Это только завязка была. Давай обратно. Как у ФПМС. Не ври только, что ты в таком лагере жить готов. А почему нет? Улянка была совсем обычной. А с ней тебе общаться вообще не положено. По статусу. Типа местный авторитет объяснили. Ой, блин. Так, вот с которой и его подручные киянка и рубанок. Прысак, рысак и гусак. А сам он. Лучше расскажи, как ты меня туда отправил. Я никуда тебя не отправлял. Я только показал что-то. По сути, это такой же обмен информацией, что и наш разговор. Ты тут в воде бога получается, да? Ну и какой может быть ад? Скорее мы вроде карапузов, застрявших в песочнице. Я, ты, другие. Лепи что хочешь, но песок останется песком. Научишь лепить? Ты и так налепи уши. В твоей счастье что-то выходит подсознательно. Когда ты будешь видеть только песок, все будет рассыпаться. Для себя я могу ничего не изменить. Значит, я и сама смогу спасти? Ну, подсознательно. Фейнер смухнулся. Ты спрашиваешь меня, как играть в твою собственную игру? Да делай, что хочешь, ничего не изменится. Ты ведь сам говоришь, что изменения есть. Циклы разные, а суть одна. Ты завел новую куклу, и теперь борешься с проблемами, идущие в комплекте. Забавно. Знаешь что? Я тебе помогу. Иди убей ее. Или хотя бы ударь. Ну чего ты так смотришь? Ладно, просто пройдись по лагерю, голошу. За это я покажу тебе хэппи-энд. Прошел год, все живы и счастливы. Блин, лучше я тебя ударю. Вот только я еще не все узнал. А с чего ты решил, что она кукла? А не кто-то вроде... Нас? Генер будто на секунду растерялся. Дурацкий опас. А в эту игру нельзя играть вдвоем. А что касается ее... Да, ведь нету такого человека в том мире. Ты это знаешь. Но таких, как ты, я не встречал тоже. Ничего не слышал про странные лагеря, циклы и кукол. Похоже, твои знания и доводы застрялись здесь, вместе с тобой. И ты никак не такая, что ты более настоящий, чем они. А ты упрямец. Но ничего. Поймешь со временем. Или ты поймешь. И начну их одуховлетворять. Ха! Смотри-ка, та штука может тебя переубедить. Пионер кинул в сторону висящей веревки. Иди на новый цикл. Увидишь. Думаешь, она вспомнит? Да ты сам забудешь опять. Могу подменить тебя по-братски. Глаза пионера недобро блеснули. А-а-а! А-а-а! Суицид не выход. Понял ты, гаденыш. Я помню ветку с Леной. Плохую ветку. Только я там суицинулся в собственном мире. А ты... Гнида басурманская. Насколько я знаю, насколько я знаю, по своей теории. Но я еще теории другие не читал про Бесконечное Лето. Что пионер это я То есть Семен Это Семен Только другой Семен Который застрял в этом цикле Застрял настолько цикл что Для него цикл сломался И он может путешествовать по другим мирам И мешать И спасать других Вот хрен его знает Ой блин Но здесь он в этом моде Он более страшен чем в оригинале Вот это вот зачет А может шли Похоже он врет мне Или сам мало что знает Пора заканчивать эту беседу Помогать он мне не станет Спасибо за ответы И советы Но я лучше вернусь в лагерь Разве не интересно как я тут оказался например Наверное для таких дел Надо стать таким как ты Сейчас неважнее другое Глупец Я бы мог бы испорт тебе этот денек Но ты и сам отлично справляешься А я наблюдаю за твоими потугами Опа Я что заснул Сколько же человек может спать А пионер это был сон Было очень похоже на я Наяву или во сне слова пионера меня успокоили Но немного остудили Лезть петлю не хотелось точно Я попрел на зад лагерь Домик Саманты Вперед Саманта без лишних церемоний втащила меня внутрь Где ты был? Обед простил Тебя ищут А что я так долго отсутствовал что ли? А гулял там Хотел немного побыть один Присел в тенечке Да я опять заснул Как же так? Столько спать? Что-то разморозило на природе Прости что исчез так Ты теперь голодный наверное Сейчас поищу чего-нибудь А мы что по-русски говорим? У нее даже акцента нет Это все еще сон Илья схожу с ума А да Я кстати заметил Диалоги то желтые То есть это не перевод с английского Это Обычная речь Do you speak Russian? Несколько слов знаем Но мы сейчас по-русски говорим За все это время Острого меня не придумал Это не розыгрыш И не сон Это пионер Давно издевается Опять закинул меня куда-то И что тогда? Вызвучишь его еще раз? Вернулся на поляну? Не нужно идти Куда? Кольки? Пошли вместе Не-не Не к ней Мне бы только отойти на минутку Тебе не здоровиться? Да что с тобой сегодня такое? Я присел на краше кровати Укратко посмотрел на Саманту Там продолжая хмуриться Принялась сточить И без того острые цветные карандаши Я представляю такое лицо Она смотрит о нас И точит карандаш Медленно 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 Смотри Прям на меня Ой блин Жалко ее Ждала мне весь день А теперь вижу И до слез недолго Даже если тут Все по наружку Все равно нельзя Ладно Никуда не иду И зачем куда-то идти Когда есть возможность Обсудить все с Самантой Пусть я не совсем понимаю Что происходит Для начала давай выясним Почему мы говорим на одном языке В каком смысле? Ты знаешь английский Вот и говорим на нем На нем? Не может быть Что я говорю как обычно Могу даже читать Скороговорки У Алисы дома крыса А у Лены голые стены А у Лены нету ванны Протекают же экраны Но в квартире Даже не знаю Необычно как-то Но это потому что Ты перекрался на солнце И еще что Вот слушай Валенький Простокваша Майдадыр Филаталист Нет Не то А тебе повтори Валенький Это глупо Зачем? Ты не знаешь эти слова И что они означают Но говоришь идеально Какое что-то идеально Ладно Пока оставим этот феномен Потом как-нибудь Кто вид нас рассудит Ты не пугаешь Лучшник Вы иди кому А не то тебя Убезут лечить Я и сам был бы в ужасе Но потихоньку Привыкаю к такому Какому расскажи? Больше вчерашний разговор Про будущее Это была правда Оттуда я и есть Нужно ли продолжать? Мне вчера так показалось Что ты Не на месте придумал Подожди Я слушаю Тогда садись поудобнее Я вкратце Поведовал свою историю От посадки в 410-й До вчерашнего вечера Про свою жизнь Решу пока не распространяться Ну и как тебе? Сама-то сделала скептическую криминаловцу Вошедный автобус? Еще не могу поведать Но я И вдруг президент Хорошо, это ты знал еще вчера А что случилось сегодня? Сегодня я вспомню кое-что Тяжело это говорить, но Выкладывай уже Немножко видите? Такая улыбка Она 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 заинтересована Она горит желанием узнать Причем В положительном смысле С президентом не вышло Соврал я В моем будущем тебя нет Уже нет То есть ты хочешь сказать? Я поспешно кинул Чтобы не слышать этих страшных слов А сколько же мне еще отпущено? 20 лет? 25? Наши миры разные Тут все может быть иначе Не принимай это близко к сердцу Ну ты это принял Как я вижу Ну Так сколько? Меньше 15 лет? 10? Я покачал головы Ты не очень часто торгуешься Ну так сколько? Год или даже месяц Потом какая-то авария У нас это было так Месяц Семен Ты ее убиваешь Уже сейчас Она прям сдохнет Прямо здесь От таки От такого Изречения Она сейчас просто Испугается До сперти В буквальном смысле Семену Становись Блин Сейчас испугаешь До сперти Реально Вот и я сказал это Горас плеч На другие плеч Растерянность Весе Самата Потихоньку сменялась гневом Слушай Я не знаю Что там тебе кажется Но сейчас ты В своем уме Но кто говорит Такое людям Прости Прости? Такое даже врага Мне говорят А ты Тебе лучше уйти Ну а что бы ты Сделал на моем месте Я в это верю Понимаешь? Как бы я с этим жил Где я творилась На пороге оказалась Ольга Дмитриевна Должно быть Нас выдал разговор На высоких тонах Семен Шел отсюда На выход Ладно 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 Саманта Ну Ну ты извини Я аж не специально Я аж из будущего Это она кстати Если кто ее не понял Оригинал фото Как всегда Не вовремя Где ты был? Я к тебе по хорошему Утром будить не стало А ты так подводишь Виноват больше не повториться Да? Ловлю на слове А чего ты Это не оправдываешься? Заболел? А только муками совести Похвально Идите-ка погуляйте Хватит под домиком сидеть Ну че застыл? Да я вроде как попали А ну еще бы Тогда иди Помоги Славе Кружков А мы пойдем купаться Иногда ей отдыхать нужно Эээээ Погодите-ка Че ты? Саманта сейчас явно настроение для пляжа. Надо спасти ее от вожатой. Дайте ей покой. Лучше оставь саманту. Она не в духе. Плохо. Но это я поправлю. А ты можешь к Старе. Ольга Дмитриевна! Ольга Дмитриевна! Ты вожата или кто? Меня от тебя просто уже... Мое колечко дымится. Ольга Дмитриевна! Ольга Дмитриевна! Как так можно? Ты вожатая! Ты должна... Как бы сказать? Идти навстречу. Понимать своих подчиненных, которые тебе даны. А ты хочешь сядь усугубить все. Ё-моё! Машка славит. Теперь мне попадет, что саманту довела. Надо было сразу к ней вернуться. Пожалуйста, не заходите. Дайте мне с ней поговорить сперва. Опять, Семен? Ну почему у тебя вечно какие-то проблемы? В лагере нужно отдыхать. Я пытаюсь, но правда так надо. Эх ты. Ладно, что на пляже? Неужели пусть обрадут? С того раза я все-таки получил разрешение войти. В лицо Саманты порядком раскраснелось и опухло за эти минуты. Спроводить вожатую было хорошей идеей. Это снова я. Отлично! Помогу вас сказать, Саманта выдернула из западной поселии подушку и бежала ее к лицу. Я присел на кровать у противоположной стены. Так жаль, что пришлось это все рассказать. Не надо об этом. Хорошо. Ты ведь не ходишь сейчас на пляж? А ты почитай мои мысли. Консервных банок с поводом нет. Но ты и так справишься. Напомогу волшебника из будущего. Эм, твои мысли? Ага. Ну чего я хочу? Чтобы отстали. Бинго. Ну, тут как раз загвоздка. У Ольги Дмитриевны у тебя планы. Как бы она не вернулась сейчас. И что делать? Можно уйти куда-нибудь? Похоже, украинец. Саманта отложила подушку и стала сковать. Я нормально выгляжу. Но ты вся покрасневшая. Но вполне сойдет в зачет. Пошли. Только заплакана очень. Так сильно. Да шучу я, идем. Для начала решили пройти в сторону библиотеки. Близко от нас. Да и сама по себе. Да и она сама по себе. Все обвыли. Подождите-ка. Для начала решили пройти в сторону библиотеки. Близко от нас. Да и сама по себе на шиве. Туда мы и двинулись. Как же любят эти люди сочинять вот эти сценаристы, всякие предложения, которые потом понимаешь только со второго, третьего или четвертого раза. Пока мы шли, я частенько просматривал на Саманту. Пытался угадать ее мысли по поводу услышанного или хотя бы общее настроение. Заметив мою подозрительную активность, она остановилась. Ну чего ты? Ничего. Я тебе много наговорил. Хочешь наговорить еще больше? Наоборот. Не хочу тебя беспокоить. Просто хочу знать, как ты. Хуже, чем минута... Семен, твои слова уже ее настроение делают худшим. Надо что-то другое говорить, понимаешь? Другое. Не то спрашивать, как ты, а типа что-нибудь предложить, к примеру. Не просто... Ты гуляешь с Самантой, понимаешь? У которой сейчас... Хрен пойми, что в голове сейчас. От твоих же слов. Давай просто предложи ей, например... А, например, в парке посидеть. Ну как в парке? В лесочке посидеть, пикничок устроить, поговорить по душам. Чтобы она успокоилась внутренне. Ну, Семен, ты, блин, 25-летний... Эпилепсик, блин. 25-летний паренек, понимаешь? Из Российской Федерации. Давай. Вставай. Просыпайся. Ты уже взрослый. У тебя должны быть какие-нибудь хотя бы мудрые советы для поддержания. Вот мне уже скоро 25. 15 декабря. У меня уже скоро будет 25 лет. Так что я с Семеном буду уже на одной волне. В возрастном. В возрастной волне. Прости. Сэм, тебе есть что добавить ко всему этому? Что-то важное? Тогда скажи. Пожалуй, что нет. Тогда оставь эту дурную тему. Прошло тебе. Это ведь какой-то тупик. Я не знаю, как реагировать. Да я тоже. Так зачем приводить друг другу настроение? Ты права. Не надо. Не будем. Вот и договорились. Уже хорошо. Затем в библиотеку. Я глядился по сторонам. Библиотека вполне подходила для цеременного пристанища. Уж получше, чем сцена и спортплощадка по соседству. Я кивну. Ой, привет. Но привет, чем занимаешься? Да так, ничем. Я пригляделся. Перед ней на столе лежала карта Монополии. Только почему-то разорвана на три части. Ей-то Леной занималась, когда мы наэкранули. Это кто же такое сделал? Неважно, я склеил. Да как неважно, скажи. Хулиганы какие-нибудь. Я забыл об библиотеку на обед закрыть. Моя вина. Что с ней случилось? Соната почему-то обращалась ко мне. С Леной? С Монополией. Лена же сказала. Ну и переводи. Судя проекции, Лена идиотовая из нас выглядел я. Ну да, типа она сначала как бы на русском общалась. Но типа... А тогда, наверное, у нас были проблемы с башкой. После того, как пионер нас немножко в другой мир перенес и обратно. Наверное, это выглядело так. Ничего не поделать. Пришлось переводить с русского на русский. Зачем Хулигану заходи в библиотеку? Может кто-то захотел вернуть книгу? Опять расследование? Почему бы и нет? Если это отмечет Саманту. Вы же ведете журнал? Если злодей и оставил книгу, то уж точно не записал это. Журнал ведется, конечно. Но как проверить? Проверить книг много. А мы проверим только те, которые брали. Вряд ли там очень много записей. Ну что, сверим по журналу? Ребята, да ерунда же. А журнал кому попруче, так нельзя. Да и не надо. Нужно искать, кому это выгодно. По-моему, вообще никому. Кому может навредить монополия? Жене разве что. У нее к любой вещи претензии найдутся. Ну даже сама я делала. Может, это ты порвал? Тебя как раз не было на бите. Есть алиби. Ах ты, Саманта. Ах ты, сыщик. Давай я буду Шеркл Холмсом, а ты моим доктором Ватсоном. А я на Мариарте. Как раз подходит под эту роль. Не смотри на меня так. Не смотри на меня, тварюга. Блин, я не могу на нее нормально смотреть. Уже извините, ребята, кто меня сейчас смотрит. Извините, но по оригиналу она тварюга. Духличная тварюга. Нету. Поэтому я должен найти преступника. Ну же, Лен, помогай. Ты только книги называй, а я поищу по полкам. Не буду, это глупо. Ты препятствуешь расследованию? Стоп. Что? Это книга на полке. Самая ближняя к столу, кажется. Я видел ее у Алисы в домике. Девочки выразительно на меня посмотрели. Что? Да мы сейчас, Ульяна, заскочили на минутку. Так вот, это книга. Проверить журнал. И идти искать Алису. Тут я, конечно, блефовал. Но нежелание Лены участвовать в нашей игре подогревало мой интерес. Хе-хе-хе. Лена что-то знает, Лена что-то знает. Она пытается остановить расследование. Ладно, это я порвала нечаянно. А что так быстро? Что, не будет, типа? Да, эта сволочь порвала. Да, да, да. Где твои безумные глаза? А? Ладно. Она? Нечаянно? Это же надо так умудриться. Да еще в двух местах. Да, 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 Семен. Семен, мы раскрываем потихонечку ее в эту красеную банку. С ее содержимым. С ее внутренним миром. Нет, ты не могла ничего порвать. Так вот, защищаешь. Ладно, давайте оставим это. Я деликатно перевел только первое и третье предложение. Ах, ты такая милая. Но нельзя быть такой наивной. Что-то с ней не так. Не могу порвать какую-то картонку. Смешно. Да я почти выживу тебя из этого лагеря. Подруга, как тебе это? Да. 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 Показала, показала. Внутреннее содержимое своей баночки. Сволота. Сволота. Показалось, да? Вот оно. Вот о чем я говорил. Блин, не зря. Я думал... Я думаю, все-таки надо делать ее... Решение сделать ее нормальной. Просто няшей стесняшей. Но нет! Нет, вот твои безумные глаза. Вот! Консервная банка открыта. Сволота, поклятая. Да! Опаснее Шурика только она. Ху! Ладно. Что ты такое говоришь-то? Это девочка Мальяна. Хорошо понял свою задачу. Ты бы ее не остановил. Какую задачу? Ты мог бы ее поймать с поличной. Но публичный скандал тоже неплохо. Тебе просто повезло, что обрешалась Алиса. Только она помогла улавить всем мирно. Авторитет для этого мелкий заразы, понимаешь? И вечер за 10 куда не надо. А еще Бушюрик. Сначала самой не верю, что повезло с ним. Даже страшновато было, что первенет. Но быстро же он сдулся. Основные мои карты не сыграли. Я проиграла. А чего ты не приходишь? А, сама первая не такое. Не хочешь расстраиваться в бабочку? Она же и так сегодня у нас не рада. Я замечаю такие вещи. Вот тут я и признаю поражение. Сегодня, когда я уже отпустила волки, ко мне приходите вы. И что я вижу? Сама-то била-била. И довела ее не я. А кто? Ты? Да, ты? Ты-ты-ты? И зачем тебе все это? Все началось шутки про царуленки. Забавно получилось. А потом... Тут ты не поймешь. Надо помнить про проделки пионера. И не волноваться. Приводи-приводи. Это ей на пользу. Нельзя такой наивной быть. Это у тебя проблема, а не у нее. Я тебя чем-то обидел. Могла ли ты? Нет. Ну а я тебя чем? Просто показала чьи-то пороки. Мы ведь против лицемерия. Ну... Ну, увы. Ты вызываешь к чему-то хорошему. Это все в гитпилах. Но сладкими речами ничего не изменишь. Дитя одним словом. Ё-моё. Сволота! Сволота ты какая, Ленка! Блин! Ну что я говорил? Ее можно ненавидеть. Она... Шиза. Шиза у нее. А ты действительно хотела навредить Саманте, чтобы научить чему-то? Не-не-не. Сначала мне до нее не владеет. А потом стало интересно. Прогнать Саманту это достижение, знаешь. Большая политика. И отличный пример всех. Как у нас умеют ужить. А если ты такая коварная, то зачем все это рассказываешь? Хм... Может я не такая коварная, как хотелось бы. В какой-то момент ваша безумие стала меня разрушать. Какая политика? Китские игры. Я обману. В том числе и следить за Леной. Психо наисе от девочки, последнее, что мне нужно. Жизнь и течения... Жизнь тебе еще научит. А добре и зле по-своему. А пока идите-ка вон из моей библиотеки. А с чего она твоя-то стала? Ты, сволота проклятая, консервная банка с тухлой рыбиной, а? Говорю же по ее причину. Говорю по ее причину. Говорю? Все-таки поиграйте, кто не играл. Бесконечная ледка, вот ветку Лены. Кто не играл? Поиграйте. Вы многое не узнаете об этой сволочи. Это библиотека Женя, а не твоя. А вообще лагеря. А вообще она государственная. Понятно? Да. И ты тоже. Знаешь, у тебя с головой-то... Ты бы хотя бы с пио пообщалась об этом. Мне сложно ведь. Уходи. Я-то уйду. Прости за эту сцену. Весь лагерь, сквозь ума, по-всякому, делает глупости. Тебя никак не оставит в покое. Чечесная фреска, а? Да уж. Ну хотя бы, а то теперь я знаю точно. КГБ никакого тут нету. Всегда искать плюсы. Правильно? Слушай, пойдем на ужин, а? Умираю с голоду. Ладно, поужинаем мы в следующей серии. Но, как видите, трешак только начинается. И когда мы увидели эту скрытую консервную банку, здесь мы должны понять только одно. Лена, стопроцентная, сволочь. А Саманта, няшка. Славя тоже. Славя, кстати, нормальный персонаж. Если кто не понял. Она может злиться. Она может сказать какую-то грубую вещь. Но она не... Но она не будет шизанутой, как Лена. Запомните это. С вами был Аркадий. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все пока. До скорой встречи. Продолжение следует...